Да, мы выглядим подобающе к этому времени. Так, ну что, пришло время говорить до свидания, наверное. Короче, я уезжаю в очередной тур, об этом еще попозже. Кате говорим до свидания. Пока. Татьяна Анатольевна, до свидания. Татьяна Анатольевна сегодня уезжает. Вечером. Едет домой. Кончилась виза, все? Да. Ну что, дорогие друзья, всем здрасте. Новый день, новый тур. Едем в провинцию Хэннань. Сразу же заряжайте лайкосик авансом. Напишите что-нибудь в комментариях. Помогите продвижению этого видео. Потому что я так понял, что вам понравилось наше путешествие. Чтобы нас почаще приглашали в путешествие. Все. Ну а мы начинаем. Ну что, дорогие друзья, 2 с половиной часа. И я в новом городе. Джэньчжоу. Немаленький город. 12 и более миллионов населения. Температура примерно 23 градуса. Я уже все посмотрел. Но мы не останавливаемся здесь. Мы сейчас идем на поезд. И едем в небольшой город. С очень сложным названием. Минцюэнь. Я правильно сказал, представляете? Меня уже встретили, сразу же снимают. Ника, рыдать перестала быстро. Я теперь тоже рыдаю. Чего рыдаешь-то? Что, что мы только уезжаем? Мы скоро в Россию поедем. Я приеду. Скоро. Трачевые волосы. Ты такая красивая. Я вчера сидела в фотографии и смотрела. Ты такая красивая с длинными волосами. Ты прям девушка. Ты прям такая лебедушка. Красотушка. И у Балины тоже. Вы очень красивы, когда у вас длинный красивый волос. Вот чего болото разбила. Ну что? Давайте, бегите. В школу опоздаете. Я буду переживать, что вы в школу опоздали. Хорошего нет, хорошего. Вам всего хорошего. Мы приехали в небольшую деревушку. Обязательно наложу, как называется, деревня. Потому что я сегодня без переводчика. Деревня славится тем, что они одни из первых, как я понял, нарисовали тигра. Тигра. То есть вот так вот. Ну вот такие вот картины. И посмотрите вот на эту шерсть. Как она выглядит и жива. В общем, на въезде в деревню здесь такой небольшой музей. Ну, типа вот гости приходили и так далее. Также их на центральном телевидении показывали. Много известных людей. И вы посмотрите. Сейчас вот это мне понравилось где-то, где-то. Вот это понравилось. Вы посмотрите эти глаза. Посмотрите на эту шерсть. Хочется так почесать. В общем, идем дальше смотреть. С нами такая делегация. Вообще, мне так неудобно. Короче, мы приехали в деревню. В деревне тут все выстроились. Все ребята нас все снимают. Короче, охрана даже. Все снимают. Сейчас я их тоже поснимаю. Вот, посмотрите на этих всех ребят. Камера просто нереальна. Местные ребята там устроили музыку. Ну, видимо, в честь приезда нас. Как приятно. Слушайте вообще. Я как стараюсь. Вдоль дороги идут магазинчики. И там картины с тиграми. Если я не ошибаюсь, картина с тиграми. Это что-то связано с мощью, с богатством. Тут еще ребята. Вот, с саблями и всякими штуками, короче, выступают. А на улице жарко. Картины, которые мы смотрели, на производство них, ну, по-разному. Но в основном, где-то 20-30 лет. Вот, с этим мне очень понравилось. За счет, наверное, фона вот такого. И, ну, такие, вот такие вещи. И смотрите, прям, да? Вот такие. Очень стильно выглядит, очень. Надеюсь, смотрите, какой сердитый. Так, я буду сейчас рисовать. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нет, нет, я не умею. Посмотрите, вот, а вот, посмотрите, мое. Мы с мамой собрались, вышли в ресторанчик, пошли поесть пельмешки. Мама, ты же привела меня в этот ресторан. Объясни, почему. Я хотела чан фэм поесть. Чан фэм, но тут чан фэра не оказалось. А чан фэм мне только утром дают, до 10-30. Это утренняя еда. Хотя, какая разница. Но они кашу едят до вечера и пивом запивают. Пельмешки с креветкой. Потом заказали салат, что пусто, уже весь съели. И лапки куриные. Тоже слопали уже. Вкусненько. Ну, и тут такой вот ресторанчик. Можно сидеть, чаек заваривать. Вот мы завариваем чай. Какой-то взяли. Интересненький. Ну, какой-то черный взяли чай. Да, взяли черный чай. Но он нам в прошлый раз понравился. Да. Поэтому мы его взяли опять повторно. Местный деликатес, местная еда. В общем, как махуа. Махуа. А, нет, нет. Да, нет, нет. Тесто, обжаренное масло с кунжутом. Несладко. И сейчас запьем все местным еще вином. Прикольно, посмотрели. Выпили, закусили. Интересно. Короче, солнце шкварит так, что нам шапочки выдали. Представляете? Я что-то тут в том туре так сгорел. В общем, шапочку я надел спокойненько вообще. Не стесняясь даже вообще. Что бы понимать, но такое ощущение, что он смеется над нами. В этот раз я была больше обычного здесь в гостях. Обычные три недели бывают. Мы ходили в баню. Классные бани. Вообще, конечно, китайские бани это нечто. Ну, на выставке были на Кантонской. В основном такой получился отдых. Больше, как это называется, кулинарный отпуск. Короче говоря. Гастрономический тур. Да, гастрономический тур. Но все равно провела его в семье, в кругу семьи. И самое главное, наверное... Ну, с семьей это вообще здорово. С внучками. Это так классно. На мясо принесли. Сегодня утром расставались с внучками. Так трогательно. Мои хорошие плачут. То есть... И как-то это... Встречали, плакали и сейчас. Провожали, тоже плакали. Да нормально все было. Здорово. Вообще здорово. Я прям душой отдохнула. Хорошо. И я познакомилась с новыми друзьями. Семьи Щекины. Это так классно. У них за 4 года новые друзья появились. Такие... Столько много хороших друзей. Да. Просто супер. Я рада за них. Я рада за себя. Так что все хорошо. Поездка удалась, я считаю. Отлично. Ну что, через сколько вернешься? Примерно. Ну, я надеюсь, что я осенью, в конце сентября приеду. Сейчас нам позволили зайти прям непосредственно в само жилье, где живут художники. Ну, конечно, мужички сидели, чай наропили. Вот. Чувствуете, да? Смотрите, трон. И мы не в галерее, не в музее. Это просто обычный дом, где люди живут, где спят, непонятно. Наверное, подъем есть на второй этаж. Все рисуют. Все члены семьи рисуют. Прикиньте, здесь. Отец их. Я понял. Мне даже переводчик не нравится. Контролирует. Видите, чтобы все было четенько вот так вот. Понимаете, да? Да, в этой деревне прям промышляет, да, все картины. Не, ну, если такая картина стоит нормально, почему бы и нет, да? Кстати, по поводу немного цен. Ну, вот он там озвучивает просто. Вот это будет стоить. Картина, она не маленькая. Она, смотрите, вот такая. Две тысячи где-то примерно будет стоить. Мы зашли еще раз в очередной дом художнику. Ну, ходим, смотрим. Ну, он прям такой крутой. У него, смотрите, тут стенд. Ну, и вы поняли, да? Тут семьи живут этим, как бы. И приходится быть на стиле. Смотрите, да, на него. И потом еще, смотрите, какие-то мероприятия. Он, естественно, все запечатлил на своей стене. Авось, и мы, наверное, будем на этой стене. Что вот приходили блогеры, и где-то здесь, наверное, наша фотография будет тоже. Вообще, я заснял, потому что нас смотрят не только русские зрители, но еще и китайские подписчики. А вдруг кто из них узнает его и скажет, что нифига ты, у кого дома был вообще там крутыши там и все такое. Ну, мы поняли. Что с ценами? Я вообще не понимаю. Вот картину нам достали. Здесь 100 тигров. Не считал, поверю. Данная картина, данное произведение, данная работа, как хотите, так называйте, но это ручная работа. 1 миллион юаней. Примерно 1 миллион юаней. Что с ценами? Я ничего не понимаю. Художник крутой, поэтому, собственно, и просит, соответственно, нормальных денег. У меня переводчик Лупин приехал мой с Пекина, собственно, мне будет полегче. Так, новый отель, хорошая, судя по холлу. Новый тур, новые гостиницы. Давайте посмотрим. Одеяло, халаты, сейф, душевая, ванна. Ну, конечно же, прозрачные стекла, но... И, ну, собственно, не сильно-то закрывает. Там сеточка такая. Сейчас опустится, вы увидите. Так, все так, знаете, чистенько, красивенько. Что тут еще есть? Так, это... Так, это для багажа. Кровать большая. Телевизор. Чай. Бар. Есть. Рабочее место есть. Отлично. Посиделки. Ну, ковролин. Не накурено, кстати. Нормально. И, собственно, вид на стройку. Хороший отель. Не знаю, сколько мы здесь дней пробудем. Постоянно меняются эти расписания. Сейчас идем на ужин и отдыхать, видимо. Завтра уже будут новые виды, новые. Камеру всегда с собой. Сейчас новых участников еще увидим. Увидим старых участников, которые уже были. Пришло время прощаться. Все, мы уже зарегистрировались на рейс. Получили билет. Посадочный талон, вернее. Сейчас все, я иду на паспортный контроль и на посадку. Все. И так. Без соплей, пожалуйста. Без соплей, да. Вот я и хотела сказать. Без соплей, пожалуйста. У тебя уже похоже, да. Вот так тут играет. Нормально все. Да, мы расстаемся для того, чтобы встретиться до... Надеюсь, что до лета. Ну, край до осени, да? Да, край до осени. Край до осени. Край до осени, да. Край до осени. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Я надеюсь, что получится у папы прилететь к нам. Боже, как я бы этого хотела. Давай, моя хорошая. Пока-пока. Чем же кормят в туре, наверное, интересно. Давайте поснимаю, пока удобно. В общем, тарелочку удают здесь. Здесь какие-то закуски. В общем, это квашеное что-то. Корень лотоса, перец, всякое такое мясо. Утку. Взял утку. Трава. Лапы. Лапша холодная, что ли? Суп. И идем дальше. Вот повар стоит, в общем, делает тут всякие такие штучки, бутерброды какие-то. Смотрите, травы добавляет. А он тут же печет, короче, я так сказал. Да, прикиньте. И мяском приправляет. Прикольно то, что здесь готовят. Вот кельмешки можно взять. Прям бульон, смотрите. Выглядит очень аппетитно. Так, рыбу жарят. Здесь, смотрите, как рыба форма накрасила. Горький огурец. Мясо с чесноком. Грибы. То есть, потому что много чего непонятного. Вот это курица, да? Трава из яйца. Какая-то штучка. Шаурма с зеленью, булочки. Шаурма с яйцом. О-о-о. Вот это выглядит очень. А это прям непонятно, что это такое. Тут какие-то парень и штуки. Груша. Финик. Бобы, корень какой-то. И супы. Все, я уже в номере. Ужин был, конечно же, вкусный. Просто мы сидели с ребятами, общались. Ну, снимать неудобно было. В общем, сейчас в номере. И хотел, знаете, еще зарисовать. Какое-то невероятное количество подарков. Ну, вот. Так. Раз подарок сразу. Потом вот такой пакет. Очень много литературы. Знаете, вот такой красивый. Вот так вот она листается. Вот. Такая обложка очень приятная, мягкая. Так, здесь веер с тиграми. Вот такая красивая коробочка. Надеюсь, видно. Очень красивая такая там. Так, здесь кружка. Это, по-моему, ручные работы. Очень красивая упаковка. И литература. Так, это участники мероприятия. Тур очень большой. Много участников. Много мне известных лиц. Здесь новые ребята. Ну, и, собственно, вот он я. Так. И в этом пакете там еще литература и зонтик в таком чехле. Зонтик. Зонтик. Это. Так.